Легенда советских ВВС. Один из лучших истребителей в мире, прошедший Великую Отечественную. Речь идет о прославленном самолете времен Второй мировой МиГ-3, на котором свои подвиги совершал маршал авиации Покрышкин. В Новосибирске этот самолет занял особое место в небе над парадом 9 мая. Легендарной фразой «Внимание в небе Покрышкин» фашистские летчики предупреждали друг друга об опасности. Громить неприятеля наш земляк начал за штурвалом МиГ-3. Именно такой истребитель новосибирские поисковики подняли из Таежного болота три года назад. Знаменитый самолет восстановили к 70-летию победы в Великой Отечественной. Было принято решение, что штурмовик пролетит над бессмертным полком во время парада 9 мая. По словам летчиков-испытателей, МиГ-3 до сих пор остается серьезной машиной. МиГ-3 это очень такой выдающийся, на мой взгляд, самолет, потому что, во-первых, первые годы войны были приняты основные удары на этом самолете. Во-вторых, оборона Москвы, 80% высотных бомбардировщиков, которые летели сбивать, бомбить Москву, были сбиты как раз самолетами МиГ-3. На самолете МиГ-3 начинал воевать наш земляк Александр Покрышкин. Очень он его хорошо освоил, в общем-то очень тепло и хорошо отзывался. Это была грозная скоростная машина. Несмотря на то, что истребитель выпускали всего три года, с 1940 по 1943, его характеристики впечатляют и по сей день. Скорость 650 км в час, потолок высоты 12,5 тысяч метров, дальность полета около 1000 км. Управлять этим самолетом, говорят современные летчики, очень сложно. Поэтому подготовка к торжественному пролету над шествием бессмертного полка заняла несколько недель. Этот МиГ-3 уже к концу юбилейного года Победы должен стать частью уникальной коллекции военных самолетов времен Великой Отечественной. Сегодня у нас одна из основных задач под крылом такой организации общественного фонда «Крылатая память победы» это создать коллекцию летающих самолетов Великой Отечественной войны. Сегодня это 7 по 2, это 2 и 15, и 153, и 2 МиГ-3, и 16, и 16, и 153, это не МиГ-3, это самолет, на которых летал по крышке. Вот я все эти самолеты облетал. И мы надеемся, что, наверное, к концу этого года, следующего года, у нас будет такая настоящая коллекция самолетов времен Великой Отечественной войны. Пока грозный крылатый штурмовик Красной Армии занял место в ангаре. Скорее всего, до следующего 9 мая. Андрей Баев, Новости ОТС.